2. Сзади 1 Волка в последствии погибла. На данный момент он используется как лечение рака. Аконит есть джугарского, есть аконит северный. Но они, в принципе, по научной экспериментам проведенные и вонюю тоже. Вот он сейчас на данный момент выглядит вот так. Мы его собирать будем позже, вдруг я заболею раком и мне он понадобится зимой. Так что, ну, можете тоже заказать у меня, если останется то я с Вами поделюсь. Вот так он выглядит. Вот сейчас он распространяет семена, листики еще не отошли, поэтому собирать будем корешки. Корешки тоже на моем канале. Сибирское здоровье корешки аконита, корни аконита наберите в угле. Он Вам все покажет, как они выглядят. Они имеют решетчатую структуру. Шумит тайга, шумит. Весь папоротник орляк, видите, полностью склон, весь пожелтел. Ходится подныривать под папоротник. Вот так вот. И смотреть, есть липчики или нету. Это вот папоротник орляк. Сейчас вон-то он так углит. Его заготавливают в молодом возрасте. Солят царский посол. Очень вкусен, полезен. Но сейчас он загрубевший. Поэтому, поэтому в этом лесу не первый раз. Уже бывали. Видоизменяется все. Деревья падают. Все по-другому. Вообще абсолютно. И давайте. Где-то мы тут находили лисички. Вот так. Обсматриваем, обсматриваем, обсматриваем. Прошли, тропинку протоптали. По ней, а если трава высокая, обратно нужно обязательно пройти. Вот. И как бы нам, нам повезло. Видите? Что-то мы до этого, что были, нам хорошо не надо расшаривать заново. А когда расшариваешь, приходится каждый квадрат, каждый квадрат тщательно рассматривать. Вот. Лисичка. Лисичку отваривать не нужно. Кушается сразу. Замечено мною, что, когда закусываешь лисичкой, закусываете. Вот. Даже сильно, если перепить, там есть вещества, эргостерол называется. Они прекрасно действуют на печень. И вы как бы в похмелье не болеете. Вот. Второе. В лисичке находится хихетин моноза. Она убивает всех паразвизиитов без побочных явлений. Вот. Керманцы ее у нас специально скупают. Делают вытяжку от хихетин монозы. Делают лекарства и нам же продают. А так, пришли и положили. Просто она прекрасно сохнет. Никаких там растеливаний нет. Вот. Сохнет она отлично. Ступочки кофемолки перьев мололи в порошок. Можно лучше, конечно, свежую. Ступки будете молоть, она будет нагреваться. И будет терять свои полезные свойства. Когда вы целу ее, просто ну если порошка, то по пол чайной ложки на ночь, на ночь употребили. Вот детям своим дали. В стакане воды настояли 150 минут. Съели и заснули. Вот. В это время, пока вы спите, все паразиты у них воздействуют не только на паразитов, но и на яйца, разлагая их оболочку. Она, то есть видите, как негативно выводит всех паразитов. Вот. Так что вот две, два полезных вещи. Она действует хорошо на печень, помогает печени. А раз печени помогает, она будет и вы худеть. Вот. Ну, не гриб, а само совершенство. Вот. Давайте посмотрим. И сразу вот семейку мы нашли. Ох какая! И рядом, соответственно, с семейкой и еще нашли. Вот она. Замечу, лечебные свойства эргостерол, возможно. Но хитинмоноза точно, если солите, мариновать, жарите, парить будете, у вас они все убьются. Не будет лечебных свойств. Останется только энергетическая составляющая вот этого гриба. Останется. Вот видим споры. Они находятся у лисички белого цвета. Вот такие вот. И как бы это место мы засыпать не будем, не будем. То, что сколько веточек лежало сверху лисичек, вот столько веточек туда и положить. Дальше смотрим. Вон, вон, дальше пошла партия и дальше линия пошла. Шумит лес. Ну вот видите, четко есть опытный грибик. Вот столько, обрезали метр буквально. Вон сколько лисичек. Но если вам есть сухие лисички, у вас нет паразитов, вы не пьете совершенно, ну все равно нужно эргостерол, полезен для печени, он вам все равно понадобится. И для того, чтобы пожарить лисичку, ее отваривать не нужно. Ее сразу пришли домой, помыли, на сухую сковородку положили, подождали пока лишняя влага испарится. Лишняя влага когда испарится, то есть если вы сразу туда нальете подсолнечное масло, то у вас получится, что у вас лисичка будет вариться. Влага из нее будет выходить лишняя, а масло всплывать на поверхность. То есть понятно, да? Суть. Лишнюю влагу положили на сухую, включили сковороду, на сухую. Влага лишняя испарилась из лисички, вы увидите это. И только тогда добавляйте подсолнечное масло и доводите до нужной вам консистенции, до состояния чипсов или как вам нравится. То есть сначала удалили лишнюю влагу в сухой сковороде нагретой, а потом уже добавили масло. Вот эти два, по-научному если нормально готовить, вот эти два принципа надо соблюдать. Лишни его выясняют. И все-таки здесь мы берем смех. Лишня Береза есть, переступили бревно, пару шагов сделали, обнаружили и ещё кучу лис, тут всякие есть. И молоденькие, молоденькие имеют белый цвет, и побольше. Ну и соответственно тут надо всё расшаривать, тут будет ещё партия, партия будет расшаривать. Просто бок рукой прощупали, наткнулись, их вообще не видно, на поверхности даже не показывается, а добротная лиса сидит. Вот, вот так хоп, прошли. Это вот растение, вот растение, это вот чеймерица. Она очень недовитая, выводит всех блок, всяких животных, которые присутствуют на вашем теле. И также от клеща помогает, пропитав его одежду от клеща. Вот так она выглядит. Цветёт на 16-й год только чеймерица. Тем больше в итоге находится, тем больше выделяется, как она умеет маскироваться. Это же надо. В самых неожиданных местах она может появиться. В самых неожиданных местах она может появиться. Но когда знаешь её место стоянки, то вот тут уже не составляет труда. Спасибо тебе, берёза, спасибо огромное! И тебе тоже, и тебе. Это вот они до нас вырастили. Потому что лисичка симбиозник с корнем берёзы. О, какое чудо встретилось! О, сидит. Мягкий такой. Видно, растёт и паразит на сучке. Но его трогать не будем. Вот такой. Видно, сучок прослеживается. Всё чётко. Спасибо тебе, берёза, спасибо! Ну и что мы тут видим за спасибо? Кто у нас тут появился? Топтать не надо тут всё, ничего тут покурить. Видите, только в свой это ещё красивый белый грибочек. Давайте его с вами срежем. Можно выкручивать. Но сейчас почему-то мне легло наружу, что лучше я его срежу. Гриб-боровик даёт бодрости. Вот видите, он молодой. У него хитиновый покров очень, как у рака, сильный. Он защищает себя от проникновения насекомых. Когда с возрастом у него созреет спора, спора созреет, то есть он становится сахарным. И хитиновый покров ослабляется. И вот эти штучки трубчатого слоя геминофора открываются для жучков. И происходит такой симбиоз. То есть он даёт жучкам еду, а жучки взамен этого распространяют его споры. Така поверять из прироснования бел EM к lambağini начинает грибчатого. Общество Beverlykineом Desert. И у него сомнев Муного кидаевному скоростью дает даже семи- мотоцикл. Земля, древние и древние, из-за чекового холста, и из-за зеркального лечения древняя, в то же время яйцекопки и мягкость. Я Люблячный Луксит, вводитель и из-за цвета, уменьшается, уменьшается. Многие представлены в виду нитекомых солнышек Ох, какие ноги, сломалось же, о, какие они, о, спасибо тебе, спасибо тебе, березка, спасибо за такой подарок. Ну, вот тут, видим, спора уже выпали, вот этот слой нижний пластинчатый, ну, тут видишь, зигзагообразно и, по-моему, веточками прикроем. Тибирский борщевик, его очень любит кушать мишка молодого возраста, когда он находится маленький, то мы тоже его кушаем, вкус похож на морковку, но осторожней, сок его, попав на кожу, и если солнце облучит, то фото кумарины вызывают ожоги второй степени. Вот, если играть, дети, игравшие с трубочками, трубочки, ослепивали, если сок попал в глаз, то ослепники, очень осторожно надо относиться к этому, вот такие листы у него, вот сейчас он начал осеменение, вот, ну, знаем, это саранка у нас лилия, видим, уже созрела лилия, так, что тут еще у нас, так, тут, значит, купена, купена, вот, и ягоды очень ядовитые, в молодом возрасте кушают, но я не пробовал, поэтому привожу просто вот сухие данные, вот, вот они, какие листы и купены, вот она, и ягоды синенькие, кушать ядовитые осторожненько. Тут присмотрели сразу опята, где надо собирать, вы видите, здорово какие. Все, спасибо сказал тайга, вам благодарна. Это дегель лекарственный, из него делают колюги, дудки, и лекарственный, само название говорит, значит семенами готовыми украшают водку, самогончик, семенами вызревшими, там 2% жиров, и вклопает корешки. Это подмареник, в нем есть фермент, рибаидин, который сворачивает молоко, используя это растение, подмареник и лекарственные, а также используют сыр, делают честер, вот такое, очень вкусно пахнет, когда она цветет, вот так выглядит вот этот подмареник. Ну вот, в общем, запомним, шоу-шоу, наступив, искал лисички, появился вот такой дядька. «Играем» и я здесь плотная кладеме, уже образ grandin, вся ингредиция была применена, а также и легендарная кладема. В аж tio день кладем лекарственного кладем лекарственного кладема. В лекарственном кладем лечение. В процессе сочетает, если можно пахнет и тему, то он сможет с маской и венитированное кладем, но и в кладем можно даже вот сейчас я при вас вот и ему как червяки тут всякие ну ладно не буду хотелось кушать ну ладно раз червя не был вот вот эту часть и она прекрасно у вас высохнет даст вам пользу много вот и пришли пожарили даже не заметите что она была червивая вот и посмотрите там сколько белка остается вот просто вот эту тупчатые слоги минофору вот эту удалили вот хотя там находится видеть червя как ее любит потому что там сават природа снабдила белогриб чтобы там было много этих а ножка ножка без проблем высохнет и от и до вот раз один нашли мы тут сейчас посмотрим еще может быть есть и уходил пока не наступил хох хосового места давайте посмотрим наступило что вот видите они молчаливо стоят они с вами не разговаривают их надо четко искать вот видите наступил но посмотрите сколько можно пропустить уйти вот целая целая пол ведра вот строю сколько лисичек с одного места с одного гнезда вот это в основном пропускается грибниками тщательно не обшаривалась спасибо тебе береза спасибо но всегда остерегайтесь бредной поганки если вы даже части пыль маленечко попадет в ваш организм то короче будет у вас сразу сразу будет смерть то есть не сразу сразу необратимые процессы в почках необратимые процессы печени через 12 часов неминуемо смертью нехорошо по лесу ходить грибами поэтому вот набрали вы два ведра сделали кучку разложили его тут у нас культ будет оттенять на солнышко посмотрели все лисички должны просыхать им это хорошо ну сделал взянуть это высокое растение называется клопагон паги пахнет вообще жуть вот листочки у него вот такие вот высоту под 3 метра бывает вообще высокий высокий запах и запах и как говорится самого названия за что его клопов гонит своим запахом и сексетит рост как и сейчас он уже созрел будет размножаться прошлом году мы тут тоже собирали долго искал это место вот ходил бродил ну давайте посмотрим берем спасибо тебе хорошее спасибо оливки, плевые, оливки и щеки, и мы поменьше И белый. Я думаю, что мы можем двумя морями. Белый, 30-30 лет. Белый жидкий, 30 лет. В бездушные промышленности. В гости, ежедневных тихий, любые, леды и младенцев. Белый альфа, 25-30 лет. И в сухарье, что в кураце уропилов, 백легородное Сушу махоморы, что про них сказать, они по себе знаю. Маленько попробовать, как их пробовать, то есть самую капельку. Если вам нормально, то можно побольше, потом ещё попробовали, ещё больше, ну чтобы отравиться надо 5-6 кг, 4-5 кг съесть сырых. Что он даёт, он увеличивает, вот по крайней мере моё мнение, увеличивает, пролонгирует секс, то есть удлиняет время занятия у мужчин. Поэтому есть поверье, что асеки принимали перед боем, ломали щиты, становились сильными, бесстрашными, не чувствовали боли. И то есть в трудных переходах, если заблудились, был случай, короче, одни маленечко махомора съедят и идут, то есть они всё чувствуют себя прекрасно, всё, а другие не принимали, они все измотались, все устали морально, чисто на моральном уровне. Вот до такого перехода, если у вас такое случилось, то в принципе можно маленькую часть и мухоморикой принять. А вообще делаются настойки для суставов, то есть делается настой на шляпках, вот и суставные, у вас спина заболела, помазали суставчики, всё, у вас они болеть не будут. Так что я беру и засушиваю его мухоморы, очень-очень-очень прекрасная вещь от суставов и для того, что сами я проговорил, и для дальних переходов, как бы это. Мухоморы, которые выросли, я не знаю, не знаю, не знаю, Не бойтесь, в книгу, короче, наркотиков он не занесён, поэтому мухоморы можно использовать. Всё потихоньку продвигаемся вперёд. О, встретили одну лисичку. Всё, рюкзак я делал по-солдатски. Вон там верёвка, две пробки либо шишки от сосны. Вот, что жукзак сбросили, будем тут расшаривать. Вот видим добротная, хорошая лисичка. Лисичка. Вот эту плантарь нам надо расшарить. Вот. Ну, соответственно, отошли в чуть-чуть сторону. Вот. И обнаруживаем, кто у нас тут. Лисы. 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 Довольно хорошенькие особи. Телесть. Спасибо тебе, берёзка. Спасибо, лапушка. Красавица. Видите, путь грибника должен состоять из того. Вот где больше берёз, там где сибиозники, вы должны именно проходить по золотому сечению. Вот это всё вот так делается. И видите, нам это принесло удачу. Вот тут клопогон. Эх, какой. Чего у него шишки-то? Вот. Смотрим, как зашли одну лисичку. Знаете, всё. Сумки ставим, корзины ставим и начинаем руками работать. Искать лисички дальше. Вон обрели на чудо и чудес. Давайте посмотрим, что такие. Всё такое. О, о, спятерню. Тут тоже. Вон, я не просто запринала. Поставить. Вон, я не могу, но и благотворить. Я не могу, но я не могу. Давайте поперли, нас отправляю. Добавить. Во-вторых, семицевые и пакет лисички. Добавить. Целёным и там не проживить по кастрянули. Добавить. а уzurят, ой, посудить, жёным и тупыхает. С委яным и пакетоми. Это очень длинноеしました. Белый споровый порошок лисичков Белый споровый порошок лисичков Белый споровый порошок лисичков М pulso Белый споровый порошок лисичков Похожадь Белый споровый порошок лисичков Белый споры Белый споровый макбон Лисичком Белый грудный Покал Большим невежим, чтобы не собрать такой дар, мы собрали его, ребятки. Ну, мы прошли дальше, чем дальше влез, тем больше дров. Посмотрите, вон там еще, ох, повисит, классно. Собираем. Такой здоровый, как яблоки йоги-мотоки, посмотри, гигантроп просто. Давайте еще раз кираем. Вот гиганты, ох, какие, ох, какие, ох, какие ушлые. Сколько иммунитета, сколько пользы для вас, для ваших внуков. Спасибо тебе, тайга, спасибо, красавица, это она нас угощает своей. Из нее из коры, вот первый аспирин выделили, вот, но собирать надо во время сокодвижения, но когда будет сокодвижение, мы, мы, конечно же, соберем для пользы дела. Потом из нее готовят мазь, сжигают ее, значит, золу смешивают с перетопленым салом, получается мазь, какая красавица. Спасибо осинке вам, спасибо красавице. Спасибо тебе, шиповник. Спасибо. О, одну ягоду зубы. Для сравнения, видите, тут округлый, другой сорт. Нет, тут вот помельче, да, но они какие-то другого цвета даже. Кустики небольшие, аккуратные. Видите, зато ягоды. О, какие. О, монстры. Сейчас покажу вам. О, какой. О, какой. О, какой. Что-то мне понравилось его собирать-то. Ребята, тайга меня переучила быть ягодником. О, смотрите. О, вообще как я рву, и просто это чудо. О, смотрите. О, тайга меня перепрофилировала в ягодник. Мой один лучший друг, ныне покойник. А почему бы и нет? А чего рви себе на одном месте дорви? Чего куда щемиться-то? Нет, мои восторги. Кустики небольшие, примерно метр пятьдесят. Ягоды, ягоды. Скулон, скулон, такие здоровые. Суперски, суперски. Спасибо. Спасибо тебе, шиповничек. Спасибо тебе, тайга. Вот, ребята, парапорный страусник. Он используется в декоративных целях. Молодые с козой, как парни королика, тоже солятся, но более меньше соли добавляется, и он быстрее просаливается. Вот он какой декоративный. Его садят в садах, в парках. Он, какая красота. Даже камера не может его обхватить. Ребята, русский женьшень. Вот именно вот эта часть используется, коричневая. Это называется корневище. Дальше пошел корень. Но его собирать еще рановато. Надо, чтобы вот эта часть, как у чеснока, вот сюда все отдалось корень, чтобы тут собралось. Вот тогда его надо тоже делать смази, настойки отсутствованных, от поясницы. Вот. Ну и для укрепления иммунитета вообще прелесть. Вот так он выглядит на данное время. Орляк. Папоротничка. Трепей, колючки. Хороши от мышей. На стол поклали в избе. И они уже не полезут. Ну вот. Так же лопух вот эту штучку на голову может прикладывать. Головные боли проходят. Ну вот. Замечательные. Лопух. Колокольчики вам нравятся? Это пчелки тоже нравятся. Эх, как раскрылцы. Колоколчики. Колоколчики. Колокол. Колокол. Вот листочки его. Вон какой. Зайдем гости березовую чащу. Вот такая она маленькая. Ну тут как сперва появляется после дождя, это подберезовик. Вот смотрите, с этих деревьев вырастет только одна. Большая, самая доминирующая. Все остальные маленькие погибнут. Такой закон эволюции, такой закон Тайги, и тут ничего не поделаешь. Грибочков не видно, встретился лиственничный маслёнок. А вот она, лиственница, нашёл я их, вот она, лиственница. Вот это ионный симбиоз именно вот с этой девушкой у него. Это ионные, но в этой девушке у него были вылечены. Но в этой девушке есть часть ручки, и в этой девушке они могут помочь, чтобы они были в язву. Вякзали, ионный симбиоз, ионный симбиоз. Эти девушке с одной девушке, ионный симбиоз. не мешает сиреновщим гиббов, а курицар и с. Академия под растянутые поплечены от его готовности в облаке сиреновщицу. Но мягкий гиббовended трауцар и спорта получаются барабан다는 узнавающего диаметр. Они обладают вéцины и гиббовидные! И страстют красивых курицарных рябов, и сふлой соленых этих носов. А люди ввели все нужны в ядерном состоянии, на своей воде и кондитии. Рыжик растоптал нормальный рыжик, и я его растоптал. Шагов согнули в сторону, и тут доходим вот такого классного маленького и ещё целую партию маленьких рыжих ребят. О, целая семья. Вот этого еще срежем. Ох, какой классный. Давайте ещё одного срежем. Вот этого. Ох, какое ништяковское. Ещё вот это. Оооо, само совершенство. Видите геменофор пластичный, млечный сок морковно-красный, грудки. А потом, он зеленый не будет. Он зеленее со временем. Не очень приятно оставлять на солнце. Можно всегда грудки, например, ставить в тень. Обязательно это соблюдайте. Киеба, те сосенки пасхиеба. На ощупь ищем рыжих, на ощупь. Нашли. Оранжевые, свежесть говорит. из наенных компонентов в крифе на висок на ухо и на висок дубе крифтске Крифтску Существует и воздушный крифтск 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 На воде Крифтск Рыбокологическая стеклярная широкая, сердечная 當 Annace jedoris — ledгов. Э actuality — символ-дол Grey — после нésus можно с будущего фантазии, потому что физического стеклярных рыбых брелых житель于 велито при medications. Крепыши, 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 вот этого надо дождаться внутри и в гиперстве. Возьм Czytka, Rd. Плотненькие, 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 хорошие, немало ли там, что червячки, не червячки, это симбиозники их. Дальше, вот, видим, они уже давно растут, вот, большой рыжик, давайте сейчас выкрутим. Ничего страшного, что, кстати, с этой, ничего. Вот, видите, сколько это, вот так, отличный вес, ножка, ножка. И вот шапка уже зеленая, положим назад, и тут рядышком находится еще вот, целая семья тут, почему-то эти муравьи, муравьи, не маленькие и большие, ну, давайте вот этих долг заберем, и маленьких оставим, вот, отрезаем. Какая дождь и растительная водяна, и в том случае, вот, тоже мне надеялась, я подшимаются растительные кубиками. Это тоже мелко зеленый, но, уж точно, все это отличные в хорошем виде, здесь нет ли это, интересно что надо либо ли, открытые муравьи, тренизак, в том числе, какие-то плотненькие, какие-то, 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 какие-то. в работе с обрезками производства и обработки подкер Karma, по мониторам, как правильно вырастить, и приобретение на деку, подберезовика, глидок. Верно, подберезовик, глидок — приобретение для Возвращение на соревнований деталь, в примере, глидок leigh он не любит, альтернативный цвет, довольно важно для развития к неслабных цветов. крупных трех сомнений, да и также в трех раундant�라 страны. В самом деле, сочетались антибиотические орехи, которые явно привлекали, экстремы на высых годах, которые знали на Touchdown, высыхающих отреченных гряз Erdorf, Используйтесь на армию Т.Г. Ковчина 3, Посоли 4, Майкин 5, Майкин 6, Майкин 3. む и неизвестные сочаривать неравном пену. Сочаривать 4. Приподнять Белок разлагается, вот эту штуку уже нельзя брать ни в коем случае, а рядом у нас, вон, кто сидит, это масленок настоящий. Их, и их сразу стая, тройка. Ну вот он, идеал рыжика. Залюбуйтесь, идеальный, идеальный рыжик. Красавочка, вкусный. Полюбуемся, рыжик, 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 гриб первой категории. Вот тут и спилая семья сидит. Один, один даже кого тут, вот видите откуда начинается. Давайте очищать. Ух ты, вот эта семья, вот эта семья, и все плотные, классные. Давайте сейчас, тогда подрежем с вами, подрежем, посмотрим, что там у нас вышло. Посмотрите, чистюшка и ткань, и все вообще устраивает. Так, подсекем, но тоже, тоже вещь, тоже ништяковские. Так, чистюленько. Это какой я режу, это по счету вы считаете? Вот, вот так они растут, ребята, семьями. Вот еще один, еще один, все чистюльки и еще там один, такой вот, такой вот подрезал я. И вот, вот эта семья, и ножка в конце у них плывает полы. И все чистенькие. Вот тут вот. Так, сапчиков не снимаем, пусть растет. Вот она там дальше есть. О, ребята, теперь можно командовать. Грибы стройтесь в ряд. Направо в корзину шагом марш. Хоть пошутить маленько тут в лесу одному. О, видите, вон ряд. Вот как бы, это, вон, смотрите, еще ряд не завершается. Семьи, семьи их, видите, как. Вон, сколько их, вон, сколько, Вон, сколько, Вон, сколько, Вон, сколько. Вот сколько, видите, до какого размера они вырастают. До большого ножка потом полая, вот. Вот до такого размера, это вот считайте, вот с вами. Возьмите грибы в лукошко и грибы в лукошко. Это рыжики, красавец, тесненькие все, давайте почитаем, раз, два, ну 12 см. Так, ну кто будет командовать, кто полководит грибной король? Кто грибной король? Мы, вы ребята, вы грибные короли. Грибы направо, в окошко шагом, не проще, Маш, что будет командовать, грибы в тросе, корзину шагом, Маш, о, посмотрите какой, раз, два, пятнадцать, пятнадцать, целая семья, «Колонна». Смотрите, еще грибы, страся, кальвину, шагом, Маш. Это вот партия уже ушла, это ушла, а вот это вот маслята, Маслята, стройся, колонну налей пол, в лукошко шагом марш. Дальше пошли, а тут кто такой? Смотрите, это какой вид, видоизменяет гемининофора. Именно видите, вот она вот такого слоя, ах, какой страшила. Мы условно, чтобы все осталось в рельгии, которые они Треба бульки, сразу, уникалися по сухиминам, дистанцию хранцисляции, оставили наиболее даже так, что они должны университет. Иначе уникать геминистов, которые выводили, наиболее обменяют очень многое, не минимуме просто. Тайгана с Дарик не хочет отпускать, ходом идем, ходом ребята, красно. Но этого ребенка оставим, не будем трогать. Ладно, пускай растет, он всего лишь спичный коробок. Аконит какой здоровый. Тайган Яковлевич. Тайган Яковлевич. Ихrer, бандит.